Особенно в данном случае советы давать вещь, конечно, крайне неблагодарна, это большая трагедия. Украина стала заложником большой геополитической игры, к ней можно по-разному относиться, но это факт. Мое субъективное мнение, а здесь, так сказать, потому что оно мое, оно всегда будет субъективным. Мне кажется, что даже наверху сейчас в Кремле, который, безусловно, и мы являемся страной, как страна, страной этого конфликта, чтобы там не говорили, и одной из самых заинтересованных. Мне кажется, что даже в Кремле сейчас не очень понимают, что делать дальше. Очень много непрогнозируемых факторов, ситуация меняется. Мне кажется, что нет какой-то долговременной стратегии, возможно, она была, но не была реализована. И все решения принимаются институционно, во многом. Можно долго спорить, что там американцы и европейцы залезли на наши, так сказать, территории имперского влияния, а мы вместо взамен, значит, там им засовываем шпильки на Кубе, Венесуэле и так далее. Это обычная большая игра больших держав. Наверное, это соответствует действительности. Здесь все и правы, и неправы одновременно. Мое субъективное ощущение, мне сложно представить себе, как Донбасс и вся остальная Украина после такого количества крови будет жить вместе. Мне кажется, что Украина будет развалена и перестанет существовать в нынешней границе. Собственно, она уже перестала, потому что мы забрали Крым. Мне кажется, что это не окончательный вариант. У меня есть такое ощущение. Ну, как минимум, нас ждет впереди очень долгий период гниения Донбасса и Луганска, по аналогии с некоторыми другими местами постсоветского пространства. Чем это в итоге закончится? Ну, здесь так много факторов, которые могут на это влиять, делать прогнозы, мне кажется, бессмысленно. На ближайшие несколько лет это так. Что делать людям? Выживать. Вы знаете, я был в Киеве не так давно, и я могу сказать, что вот парадоксальная ситуация, что в Киеве, конечно, там чувствуются последствия кризиса экономического, там жизнь людей не сахар. Да и у нас она-то, в общем, не шикардос, скажем так. Ну, там нет ощущения, что где-то рядом, в общем, совсем недалеко идет война, там люди как-то живут своей обычной житейской жизнью, может быть, сложнее, чем раньше, но тем не менее. Выживать. Просто выживать. Этот период надо пережить.